Всем привет! Это третья часть видео о пустых баночках. Да, у меня, как обычно, какое-то просто гигантское количество средств закончилось. Если вы не смотрели предыдущие две части, я оставлю ссылки внизу. В этом видео оно будет короче предыдущих, я обещаю. Здесь будет всего два декоративных средства и очень много лаков для ногтей. Поэтому, если вам интересны эти продукты, я рекомендую просмотреть эту часть. Про все уходовые средства вы сможете посмотреть в предыдущих двух. Поэтому давайте приступим. Первое средство, которое я хотела бы показать, это мой фаворит за прошедший месяц. Это вот такое вот тональное средство от Bourjois, которое называется Healthy Mix. Я вот так его покажу. Я думаю, что, в принципе, вы все представляете, как он выглядит. Healthy Mix именно сэрум, сыворотка. У меня в оттенке 53, Beige Clear называется, Light Beige. Потрясающее средство. Я говорила в предыдущем видео, именно в фаворитном видео о том, как мне нравится этот продукт, за счет чего он мне нравится. Первое. У него очень удобная упаковка. Вот такой вот помпа, дозатор, очень удобный. Цвет 53. В целом, очень хорошо подстраивается как под светлый тон кожи, так и под более оливковый. Поэтому я думаю, что это самый универсальный цвет. Говорят, что 52 тоже в целом такой же универсальный. Но если вы чуть более загорелые, примерно как я, то 53 вам будет самое то. Он имеет гелевую консистенцию. Скорее, легкое, ближе к среднему, но именно легкое покрытие. Этот тональный не перекроет никаких постакны, он не перекроет каких-то прыщей на вашем лице. Он в целом выровняет общий тон кожи, сделает вашу кожу красивее, чем она есть. Сделает ее более ровной, более однотонной и придаст в целом такое свечение, не блеск именно, а свечение вашему лицу. В целом, просто кожа будет выглядеть действительно очень здоровой и очень красивой. Потрясающий у него запах, фруктовый такой запах, который держится на лице. Очень приятно его ощущать. Он очень ненавязчивый, поэтому в целом он никакого дискомфорта не доставляет в течение дня. Носится он порядка 3-4 часов без припудривания. После этого стоит его уже припудривать на моей комбинированной коже при жарком климате. Опять-таки, я его наносила на базу. На базу клиник. Универсальная их база я покажу в следующем видео. В целом, за счет этой базы он держался где-то 5-6 часов. Я его сверху припудривала. То есть, в целом, с базой и с припудриванием он держится порядка 5-6 часов, никуда не сползая. После этого все равно его нужно повторять. Наносить, обновлять. Потому что, конечно, это не тот тональный, который будет с вами весь день. Но если вы ищете какое-то средство, которое сделает ваше лицо очень красивым, которое придаст блеск вашему лицу и сделает просто здоровый вид, создаст на вашем лице, я думаю, что это то, что вам нужно. Я рекомендую присмотреться к этому средству, потому что оно действительно очень хорошее, действительно очень достойное средство. Дальше. То, что мне очень сильно понравилось, я рекомендую попробовать всем. Это вот такая вот тушь для бровей от Art Deco с волосинками внутри. Как это выглядит? Один-единственный оттенок у них есть, насколько я знаю. Тут даже не написано, что это за оттенок. Но, по-моему, для блондинок вариации нет. Только для брюнеток. Вот такая вот там щеточка. Там есть волоски, которые при нанесении на брови дают объем дополнительный, придают дополнительный объем вашим бровям. Поэтому, если у вас у самих очень редкие брови, то это то средство, которое стоит попробовать. Цвет, формулировка. Мне все понравилось в этом средстве. Я не использовала в течение 6 месяцев, пока у меня не закончился этот гель. Вообще ничего. Использовала только его. Он дает как цвет, так и фиксацию. Он потрясающе на целый день фиксирует ваши брови. Плюс дает цвет, который нужен. И плюс дает еще и объем. То есть, где-то если у вас волоски, которых не хватает, есть, он добавит эти волоски. И в целом у вас брови будут выглядеть очень хорошо в течение всего дня. Такой вот очень раскрученный и, в принципе, довольно неизвестный продукт. Но при этом безумно хороший. Я рекомендую вам его всем попробовать, если вы еще не пробовали. И есть у меня тут еще один продукт для бровей. Это Rimmel. Brow This Way называется. Выглядит он вот таким вот образом. Этот у меня в оттенке Medium Brown. Неплохой у него оттенок был. Но он уже, по-моему, испортился. У него вот такая вот кисточка. Она чуть поменьше. Но вы знаете, в целом, что могу сказать, этот гель достаточно плохо фиксировал брови. Он продавал цвет. Но при этом брови, вот если они у вас сильно пушатся, то он с ними не справляется. То есть, вот он не настолько хорошо фиксирует, как предыдущий. И плюс цвет все-таки для меня был темноват. То есть, даже для меня с моими черными и темными волосами он был темноват. Потому что я люблю более такие серые цвета, нежели черные. Этот уходил в черный какой-то, черно-коричневый. Хотя это Medium Brown. Есть еще Light Brown. Но Light Brown вообще коричнево-рыжий. Вот цвета, на мой взгляд, все-таки не очень удачные. И плюс щеточка мне не очень понравилась у этого геля. В общем, в целом, такой гель не очень, если дать ему оценку. Поэтому я его повторять больше не буду и не рекомендую. И большое количество лаков для ногтей. Я хотела бы начать с двух баз для лака. Это базовое покрытие топовое и базовое покрытие от Floormar. Базовое покрытие называется Normal Breaks. Это базовое покрытие, которое, по идее, должно препятствовать тому, что ногти у вас обламываются. Ничего не делала. Абсолютно бесполезно. Как видите, половину еще выбрасываю, потому что ничего не делала. Очень нравилось мне топовое покрытие от Revlon Quick Dry Top Coat. Действительно, быстрее оно помогало лаку быстрее высыхать. Давало дополнительный слой, который защищал от того, чтобы лак слезал быстро с ваших ногтей. В целом, покрытие очень хорошее. Мне понравилось. Именно за счет того, что продлевало жизнь лаку. То есть, от сколов оно защищало. И плюс, действительно, быстрее высыхало. Верхний слой быстрее высыхал. Поэтому могу рекомендовать его смело. Понравился очень. Единственное, вот на половине засох. Все-таки, если были бы маленькие баночки, мне кажется, жизнь в целом у всех была бы проще. Потому что эти огромные банки, они просто не успевают заканчиваться. Они очень быстро засыхают. Так, дальше. Два лака от Golden Rose. Это вот такие вот лаки. Я оттенки обязательно подпишу внизу. Но просто покажу вам оттенок Golden Rose. 104 и 117. Это два вот таких вот глиттера. Они уже тоже засохли. Что могу сказать про них? Мне очень нравились цвета, но мне не нравилось их смывать. До сих пор не нравится. Потому что это просто, я не знаю, пытка какая-то снимать лаки с глиттером. Есть, я знаю, специальные у C4 вот эти вот баночки, куда засовываешь палец специально для глиттерных лаков. Но они не работают со мной, по крайней мере. Я по-прежнему не умею и не люблю смывать глиттерные лаки. Потому что на это требуется какое-то космическое количество времени, которым я не располагаю, к сожалению. Поэтому выбрасываю, честно говоря, только из-за того, что мне безумно не нравилось их смывать. А в целом оттенки очень классные. Очень они хорошо и долго держатся на ногтях. И у них, кстати, очень удобная кисточка. Сейчас я вам покажу. Она достаточно... Тут не покажу. Попробую сейчас показать в этом. Она достаточно удобная. Нет, здесь тоже не покажу. В общем, не покажу. Кисточка очень удобная. У них была засоха просто кисточки тоже уже. Достаточно удобная для того, чтобы носить глиттерные лаки. Она такая длинная. И она очень хорошо распределяла этот глиттер ровно по ногтям. Поэтому очень удобно было. Вот такой вот лак у меня был от G-Logic. Называется Nail Polish. Вот такого вот красивого цвета. Цвета фуксии. Это лак, который был... Гель-лак, но без того, чтобы использовать UV-лампу. Действительно, очень долго держалось покрытие. Действительно, очень хорошо. Лак выглядел и достойно на ногтях. Действительно, было похоже, что это лак именно гелевый. И создавалось общее впечатление, что это гель-лак, но при этом вы не используете UV-лампу. Если я найду еще оттенки вот такого вот лака, я обязательно куплю, потому что мне в целом понравилось. Единственное, очень быстро засох. Наверное, месяца за два он просто высох полностью. И я не смогла больше им пользоваться. Вот это большой минус для него. Дальше. Два лака от Sally Hansen. Первая их знаменитая вот это Complete Salon Manicure. Очень хороший цвет. У меня оттенок 550 All Fired Up. Тоже засох, уже не смогу показать кисточку. Хорошее покрытие дает в один слой. В два слоя дает такое же, как в бутылочке покрытие. Хорошая кисточка. Нравятся мне эти лаки. Достаточно долго держатся. И очень нравился вот этот лак Triple Shine. У меня Red Snapper 230 оттенок. Тоже похожи, кстати, они вот на камере. Они в жизни были очень похожи. Вот этот мне понравился даже больше, чем предыдущий. Потому что дольше держался. И на ногтях был с первого слоя такой же, как в бутылочке. Очень понравился. Два лака от... Точнее, даже три лака от Essence. Первая вот такая вот серия пастельная. I Love Trance. Оттенок... Какой же это оттенок? Не знаю, пишу внизу. А, 03. I'm So Fluffy называется. Вот такой вот красивый, нюдовый, персиковый оттенок. Что могу сказать? Он ужасно полосил просто. Я им воспользовалась, наверное, один раз. И он просто невероятно полосил. Даже со второго раза невозможно было накрасить ровно. Очень красивый в бутылочке. Но отвратительно смотрящийся на ногтях лак. Поэтому выбрасываю даже, не давая ему ни второго, ни третьего шанса. И два лака, которые просто засохли, тоже выбрасываю. Это Essence. Их линейка Gel Nail Polish. У этой линейки есть свое базовое и топовое покрытие, которое в совокупности с этим лаком дает а-ля тоже гелевое покрытие, которое держится чуть больше, чем у обычных лаков. Действительно, на ногтях это выглядит как гель-лак. И действительно, оно держится чуть дольше. Нравится мне вообще эта линейка. Вот эти два цвета просто подсохли. Вот этот 36-й цвет такой коричнево-бежевый. Ближе к асфальтному цвету. Очень красиво на ногтях смотрится. И такой ягодный цвет True Love называется. Оттенок номер 10. На камере чуть более красноватый. В жизни чуть более ягодный. Он тоже очень красивый. Просто высохли. Два лака от Floor Mar. Первая их линейка, матовая линейка. Вот такой вот оранжевый цвет Fire in Matte. Это 18-й номер. Что могу сказать? Очень некрасиво смотрится на ногтях. Он сначала ложится глянцевым покрытием, потом высыхает, становится матовым. Но на ногтях выглядит просто отвратительно. Именно этот оттенок и именно вот эта вот линейка. Ужасно выглядит. Ужасно неровно. Цвет красивый, но в целом просто отвратительно выглядит. И уже расслоился. То есть вот само масло и цвет рассоединились. И получается в итоге покрытие просто отвратительно. Еще хуже, чем до этого. До того, как они рассоединились было. Поэтому выбрасываю. И желе лук тоже вот Floor Mar. Ужасно полосит. Цвет Sun Pink 02. Ужасно полосит. Цвет потрясающей красоты. Очень хорошо держится вот эта вот линейка их желе лук. Потрясающая вот такая вот у них кисточка. Которая в принципе прям всю поверхность ногтя покрывает. Она очень удобная. Не знаю, здесь наверное непонятно. Очень удобная. Покрывает полностью поверхность ногтя. Но цвет ужасно полосящий. Поэтому тоже выбрасываю. Еще один отвратительный лак, который, к сожалению, я к нему так и не смогла привыкнуть. Это Rimmel Velvet Matte. Rimmel Velvet Touch номер 13. Их матовая линейка. Вы знаете, не смогли мы с ним дружиться. Потому что цвет очень красивый. Такой асфальтовый серый цвет. Но если бы это был глянцевый в матовом оттенке, это выглядит ужасно. У меня короткие ногти. И я, честно говоря, люблю такие темные лаки. Но вот именно этот, именно в матовой вариации, выглядит просто отвратительно. У этой линейки очень удобная тоже кисточка. Она тоже достаточно широкая, которая покрывает полностью весь ноготь. Вот так вот она тоже выглядит. Но при этом, при всем, наносился он как-то неровно. И в итоге засыхал тоже неровно. И вот это вот матовое покрытие в итоге было какой-то комками. Поэтому абсолютно мне не понравилось. Я выбрасываю. И еще. Я на секунду нырну, с вашего позволения. Хотела показать два средства. Чуть не забыла просто. Это два средства от Mustela. Я давно их хочу показать. Возможно, кому-то будет это полезным. Первое средство – это такой вот а-ля парфюм. Туалетная какая-то парфюмированная водичка. Называется Musti. Она имеет запах всей серии от Mustela. Вот если вам нравится средство, как пахнут линейки Mustela, то я рекомендую купить этот парфюм. Я им пользовалась. Вообще его рекомендуют использовать для постельного белья, для детишек. Но я думаю, что это такая лишняя, на самом деле, история. Я использовала его как парфюм для себя, потому что мне, особенно в первые месяцы после рождения ребенка, не хотелось использовать никаких таких ярких ароматов. И мне нравился очень запах крема Mustela. И когда нам подарили вот этот парфюм, я действительно была просто на седьмом небе отчасти, потому что мне очень нравится этот запах. И мне нравится, как он нежно раскрывается на теле. Как будто бы прям вот запах младенца всегда с вами рядом. Это очень приятно, безумно приятный запах. Я рекомендую попробовать его, если вы где-то его встретите. И вот такое средство физиоводичка от Mustela. Для чего я использовала? Я использовала в первые месяцы, наверное, даже в первый месяц жизни малыша. Протирала глазки, протирала все тело ребенку в течение дня, потому что у нас было очень жарко. Никакой аллергии, никаких высыпаний, ничего подобного она не вызвала. Имеет очень приятный запах. И, в принципе, неплохой состав. Я могу сказать, что она очень приятная в использовании. Очень достойная водичка. Поэтому, если вы ищете какую-то физиоводичку для малышей, я рекомендую присмотреться к Mustela. У Mustela не вся продукция хороша. Поэтому, вот я хотела показать эти два средства. Еще хорошее у них средство под подгузник. Крем под подгузник. Который действительно справляется тоже со всеми высыпаниями, опрелостями и так далее. Поэтому, вот эти три средства. И еще есть одно масло для отсибарейных корочек. Стелотопия, по-моему, называется. Вот оно тоже очень хорошее. Все остальное у Mustela, честно говоря, и составы отвратительные, и по действию не такие они хорошие, как могли бы быть. Вот, поэтому, вы не поверите, но это все. И прошло и трех частей видео, когда я закончила со своими пустыми банками. В общем, я надеюсь, хотя бы что-то из этого видео было вам полезным. И я рада была поделиться своими впечатлениями об использованных средствах. Поэтому ставьте ваши пальчики вверх. Надеюсь, вверх. Если будут вопросы, пишите в комментариях. Желаю вам хорошего настроения. И до скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.